Продолжаем разговор. Сейчас я опять возьму цитату из Дерека Принца о хвале. Помните, мы говорили, что хвала – это что? Наше признание величия Бога, когда мы восхваляем Его величие. И восхваление должно соответствовать Его величию, то есть должно быть безмерным. Но, конечно, мы не можем до конца достигнуть этого идеала. Как бы мы не хвалили Бога, Бог все равно лучше, сильнее и выше Его. И благодарение, и восхваление имеют для верующего очень важный психологический эффект. Одно дело, если мы приходим к Богу с большими просьбами, которые кажутся нам очень тяжелыми или сложными. Другое дело, если мы хвалим Его. Если мы хвалим Его, если мы возвеличиваем Его. И это удивительно. Когда мы изучали тему молитвы, помните, мы говорили «Кадиш» и о том, и я много раз выражаюсь, и я еще раз буду повторять, что это удивительная вещь. Когда поминальную молитву читают в Православии или где-то еще, да, говорят обычно о умершем и о том, чтобы Бог его там спас, или провел там через частилище, или просил ему грехи, и так далее, да. И когда такую поминку происходит, мы смотрим на кого? На Бога? На нашу проблему, правда? Смерть близкого человека для любого проблема. Даже если мы знаем, что Он идет в рай, все равно, действительно, весь остаток нашей земной жизни, мы Его больше никогда не увидим. Только воображение наше может, в нашей памяти, Он может существовать. Конечно, Он реально существует, и Он находится где-то, но для нас, для любого человека, это большое горе. Понятно. И вот мы приходим, и Богу, обращая внимание, Бога на нашу проблему. Но мы говорили, Кадиш, и вы говорили, Кадиш – это не только поминальный Кадиш, да, это только одна из разновидностей Кадишей. Есть, но Кадиш – это что? Восхваление, освящение. Мы говорим о чем? О святости Бога. Мы говорим о святости Бога. И таким образом, центр наш направлен на кого? На умершего? На проблему нашу? На Бога, на восхваление Бога. Это удивительно. Потому что даже в смерти, да, мы восхваляем, мы восхваляем Бога. И в жизни, и в смерти кого-либо из ближнего. И это очень интересно. В Псалме 99, дробь 4 сказано, «Ходите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте ибе Его, да, ибо благ Господь, я уже говорил, и билось Его вовек, и истина Его из рода в род». То есть, когда мы входим к Богу, во дворы Его, значит, проходим врата со словословием, это благодарность наша, и во дворы Его идем с хвалою. Во дворы Его будем с хвалою. 99, дробь 4. То есть, мы хвалим, мы прославляем Бога. И это единственный путь войти в Божье присутствие, да? Бог может ответить нам на любую молитву. Но как вы думаете, может ли Он ответить, мы услышим ли Его, вернее, Он ответит нам, но услышим ли Его, когда мы будем настроены на свою проблему? Нет. Но если мы настроены на Бога, кому это нужно, Богу или нам больше нужно? Нам больше, да? Это нужно не мертвым, это нужно живым, как говорится, да? Пока мы живы, все дышащее оно славляет, хвалит Господа. Таким образом, чтобы почувствовать благость Бога, да, и милость Его, и истина Его, как нужно выходить в Его дворы? С? С хвалой, да, с словословием. Значит, псалмы – это теглим, да? Теглим. Еще интересно, что ты, святой, живешь среди словословий Израиля. Ты живой, живешь среди словословий Израиля. Это псалом 21, дробь 4, да? И там, вы знаете, что написано? Живешь там, слово написано? Да, в нашем переводе. Да, а в оригинале? А в оригинале? Йошев. Сидишь. Бог что делает? Сидеть. Помните, мы говорили, жить и сидеть – это одно и то же, да? Ишу, например, буквально сидение – это те, которые постоянно живут в Израиле, да? Ишу от слова «сидеть», да? Бог, Он не просто живет, да? Он сидит. Он сидит среди словословий, да? В оригинале ты живешь среди словословий, или ты сидишь. Сидишь, и сидит Он на престоле. И вы знаете, что наша хвала – это и есть престол Божий, на котором восседает Господь. Можете записать, да? Там сидишь, и наша хвала – это и есть престол, на котором восседает Господь. Сейчас давайте посмотрим. Исайя. Шестая глава. Там где Бог сидит? Сравдно. Да. Сидит на троне. Давайте найдем. Итак, Ишаягу. Да. По-моему, шестая, да? Ага. «Вот смерти царя Узиягу увидел я Господа сидящим. На троне, высоком и каким? И превознесенном». Да. Шестая глава с первого стиха. С первого стиха. Так. «Еошев аль кисе рам ве ниса». На стуле. Да. Кисе – это и стул, и трон. Да? Рам ве ниса. «Высоком и превознесенным». А полы мантии его наполняет чертог. И Срафим. Срафим. Кто такой Срафим? Это особые ангелы, да? Особые ангелы, которые участвуют в хвале. И у них, видимо, по шесть крыл, да? Если мы возьмем описание у Езекиеля, у Ехескеля, передние два крыла, они имеют одно основание, но они как бы раздваиваются. Мы потом почитаем. Помните, что слово «сераф» означает? Обжигающий. Один ангел – сераф. Множественно – серафим. Это ангелы, они где находятся? В пламени. Бог, как огонь, да? И в этом пламени, пламенные ангелы, знаете, есть пламенные революционеры, а есть пламенные ангелы. Читали все пламенные революционеры, да? Ну, старшее поколение знает. Да? Так пламенные ангелы, как называется? Срафим. Да, да. А херев – меч, а ангелы-мечники называются хру-херу-вим. Это множественное число, это не один херу-вим и не один серафим. Один сераф и один херу-в, да? А множественное – серафим и херу-вим. Шваб впереди. А пол и мантия наполняли черток. Серафим стоят ввысе перед ним. По шести крыльев, еще раз повторяется, по шесть крыльев у каждого. Чтобы не перепутали, что у всех было шесть крыльев. По шесть крыльев у каждого. Двумя закрывает лицо свое, двумя закрывает ноги, а на двух летает. И перекликались, они восклицая, Кадош, Кадош, Адонай, Элогим, Сеод, да? И вся земля полна славы Его. Ашер Гая, Вегаве, Вегаве, Вегаво, который был, есть и будет. Это вот еврейская молитва, которую мы знаем, тоже поется, да? И сдвинулись. На много локтей косяки дверей от голоса восклицающего. И весь храм наполнился дымом. Как бы тихо это было? Или они так воскресали, что там косяки дверей раздвинулись? Да, понимаете, это тихое такое прославление. Кадош, Кадош, Адонай, Элогим. Они так кричали, что косяки дверей, да? Поколебались, да. Вот. И пошел дым, да? И пошел дым. Вот. И тогда он воскликнул, да, помните, горе мне, потому что, буквально, потому что слово обречено здесь, а не иметь я. В общем, должен а не иметь я. Потому что человек с нечистыми местами и последний народ с нечистыми местами. И нахожусь, потому что царя бога воинств увидели мои глаза. Здесь говорится о хвале или поклонении. Что открывает Божий Свят? Поклонение. Да, и русское слово поклоняться, да, и пасть ниц. Видите, это не значит, ай-яй-яй, он же не закричал, славный его, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Он закричал, ой-яй-яй, ой-вейземир. Ой-вейземир, говорил он, да? Горе мне. Да? Ой-вей. Ой-вей, горе мне. Сказал он. Горе мне, потому что обречен неметь я, потому что человек с нечистыми местами и последний народ с нечистыми местами. Итак, это святость Божья, правда? Здесь говорится о том, что открывает святость Божья. И святость Божья – это поклонение, да? Не только, понимаете, как говорят, что громкая музыка и быстрая музыка – это хвала. Медленная музыка – это поклонение, да? Слышали такое выражение? Оно просто, ну как это, внешне так может и быть, но оно не соответствует внутренней, внутренней, да, внутренней сущности. И еще, значит, благодарение и прославление – это что? Жертва. Это жертва уст, да? Послание евреям, 13 глава, 15-16 стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Да? И жертва Господу – какой дух? Сокрушенный, да? Жертва Господу. То есть, если у нас хвала идет просто без внутреннего сокрушения, без поклонения, то это только начало, да? Мы только подошли к Богу, но мы еще не пришли в Божье присутствие. Когда мы идем уже в Божьем присутствии, у нас неизбежно начинается поклонение. Это не потому, что музыка идет медленно, хотя мы будем говорить об определенной ритмичности. И еще очень интересно, что Давид, Давид, Псалом 8, дробь 3, там сказано, «Из уст младенца и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвными врага и мстителя». Ну, во-первых, мы говорим, что видим здесь, что хвала делает безмолвным врага. Но еще интересно, что в Новом Завете, Евангелие о Матфея, 21 глава, 15-16 стих, вот, там употреблено выражение «употребил силу». Давида устроил хвалу, да, «из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». А в оригинале Матфея, 21 глава, 15-16 стих, там «употребил силу». Итак, хвала – это что? Хвала – это сила, да? Сила. Хорошо. «Из уст младенцев и грудных детей». И это может говорить о чем? О том, что нужно быть простыми и непосредственными, да, как дети. С другой стороны, дети – это существа бесправные в этом мире. Им постоянно помыкают родители. Уж чего-чего бы, а детство заново я бы пережить не хотел бы. Это самая страшная пора в моей жизни. Вы понимаете? Я бы не хотел бы опять впасть в детство. Как говорится, и пережить то, что я пережил в детстве. Но в данном случае говорится о чем? О том, что надо быть простыми, как дети. И дети, они действительно не задумываются. Они не занимаются какими-то большими теориями. Мы сейчас тоже занимаемся теориями, но это нам нужно. Потому что мы учителя, правда? Вот, и нужно, конечно, нам это все знать. И еще следует отметить. Значит, во-первых, мы говорили, что это жертва. Во-вторых, что первое – заповедь. Второе – жертва. Третье – это что? Решение воли, да? Итак, хвалить, поклоняться Богу – это находится в эмоциях? В решении воли. Эмоции приходят потом, да? Сначала решение воли. Это решение воли. Да, мы говорили, что это заповедь, это жертва, это решение воли. Так? Хорошо. И еще, поклонение – это не слова, это наше отношение. Это наше отношение, да? Это не просто какие-то слова, о которых мы говорим, это наше отношение. Если нет у нас этого благоговейного отношения к Богу, то все поклонение – это определенного рода слова. Теперь поговорим немножко о радости. О радости и веселье. Для радости существуют следующие термины. Семха. 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 И рон. 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 Да. Смотрите. Семха. Семха на что похоже? Так. Самых, да? Самых, это только так пишется, да? Самых, это что? Прислоненность, да? Смехут отсюда. Самых, это прислоненность. Значит, симха, это прислоненность. К чему? Можете так написать. Симха, так, равняется самых, самых, прислоненность, ле-шем-ха. Симха, к имени какому? Твоему. Да. Значит, симха, мы расшифровываем слово симха, если берем корневой анализ, как бы состоит из двух слов, да? Симха, это значит, самых, ле-шем-ха. Прислоненность, приобщение, причастность к имени твоему. Да? Это, 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 есть такое правило. Альтикра. Не считай так, а читай так. И некоторые переставления в букву, или переставления схода с новых букв, это один из правил, комментарии Гелеля. Называется Альтикра. Значит, смотрите, симха, это что? Самых, прислоненность к имени его. Да? И еще Рон. Так, Рон. Значит, Рони, Рони, Бат, Цион. Да? Есть, есть Рон, мужское имя, и есть женское имя, которое означает тоже радость, Рина. Рон, да, радость, это мужское имя, а Рина, радость, это женского рода. В то время как симха, это у нас как мужское имя идет. Вот. Помните, даже у Чингисана были два генерала, да? Шаббатай, Саббатай и Симуха. Симуха. Да, некоторые Джимуха, но это уже китайские прочтения. Итак, симха, радость. Рон, тоже радость. Рони, Рони, Бат, Цион, Харью. Хар, Харис. Отсюда что? Харизма и Хора происходит, да? Да. Рони, Рони, Бат, Цион, Харью, Эсраэль. У, это значит множественное число, да? Возрадуйся, израдуйся, да? Возрадуйся, Израиль. Это симха. Симха и Рон означают радость. Для веселья больше сасон, например. Сасон веселья. Да, какая разница между радостью и весельем? Радость – это состояние сердца, а веселье – это более выражение эмоций. Совершенно верно. Очень хорошее определение. Радость – это состояние сердца, это внутреннее состояние человека. Поэтому можно радоваться среди испытаний? Можно радоваться, когда тебе кирпич на голову свалился, и ты лежишь в полубессознательном состоянии. Радость. Помните, я вам говорил. Один лежит, человек, с переломанной ногой, да? И другой с таким сочувствием переломом. Один – ой-ой-ой, ай-ой-ой, а другой – халлилуйя, халлилуйя. Да? Говорит, почему ты радуешься? Ну, смотри, что со мной случилось. Вышел я за хлебушком, да? Поскользнулся, упал, как говорится? Очнулся гипс, да? А тот говорит – халлилуйя. А я летел на украинском самолете на высоте 3000 метров. Знаете, как он с украинскими самолетами, то их ракета сбивает, то с ним мешает еще. Случается крылышко вправо, крылышко влево. Как говорится, упал, очнулся – гипс. Халлилуйя. То есть, у человека всегда есть повод, правда? Испытывать радость. Но мы можем не всегда веселиться, правда? Мы можем радоваться, но веселье – это внешнее эмоциональное проявление. Мы можем даже так сказать. Есть дух унылый и есть дух радостный. Бог вместо унылого духа дает нам какой? Дух радостный. Итак, радость где находится? В духе человека, да? А веселье – это внешнее проявление эмоций. Оно тоже необходимо. Тут все беда, вот в чем. Нет у нас хорошего такого баланса. Идет часто между харизматами и между пятидесятниками спор, да? Вот. Как, понимаете, нужно проявлять? Они говорят – танцевать нельзя. Другие говорят – нужно танцевать. Другие говорят – кричать нельзя. Другие говорят – нужно кричать. Другие говорят – хлопать в ладоши нельзя. Другие говорят – нужно хлопать в ладоши. Да? И кто из них прав? Все. И те правы, и те правы. Вы знаете, что наше положение перед Богом, наша мудрость, это я опять возвращаюсь в субботние пробоведи. Вы хоть помните, что в субботу вам читали? Да? Оно безумство для этого мира. Для этого мира мы все равно безумны. Я говорю, что каждого верующего, настоящего верующего, запросто можно посадить в психушку. Это нормально. И такая практика у нас была. Даже специальный диагноз вяло текущая шизофрения была. Правда? И так далее. То есть, ну чем отличается наше безумство перед Богом, перед людьми? Перед этим миром, я хотел сказать. Все верующие безумны перед миром. Только харизманты буйно помешанные, а бобчисты тихо помешанные. Вы понимаете, это вопрос культуры. Это не вопрос какой-то, ну такой существенный. Если вы так вот будете делать, вы пойдете в ад. Если вы так будете делать, вы пойдете в рай. Но радоваться, я говорю, можно тихо, потому что это состояние души. Счастье. Да, ашер, счастье. Ашрей, хэм. Я говорил, Господь счастливый вы. Мы поем псалом, называется ашрейну. Ашер, счастливый человек, да? Ашрей, хэм. Счастливый вы или ашрейну? Ашрейну. Дальше я пропустил. Ашрейну. Счастливый мы. Счастье, это тоже состояние. Смотрите, Господь говорит, вы будете счастливы, когда вас будут бить, когда вас унижать. Будете ли вы сильно радоваться? Нет. Да? То есть, веселиться вы будете? Нет. Но вы будете счастливы, и вы будете испытывать радость, потому что радость находится внутри нас. Вот поэтому 50-ти говорят, что радоваться можно тихо. Но веселиться тихо получится у вас? Не получится, да. Сейчас я вам такую абраквадабру выбрал. Она мне в голову только сейчас пришла. Нет, не часу, вернее, вчера, когда я... Я же эти три дня готовился, я еще просмотрел массу интернета и так далее. Число 666. Да? Да, кстати, вот интересно, есть ортодоксальные евреи говорят, и это опять-таки говорю. Не для того, чтобы подорвать вашу веру. Да, мы должны уметь немножко воображать. Я хочу, чтобы у вас было развито воображение. Есть интересное такое воображение, когда сказано про праздник Суккот, есть такая заповедь, и будешь ты только радоваться. И ортодоксальные евреи говорят, что надо радоваться, только радоваться, а не веселиться. Ну, это они так говорят. Я с ними не согласен, можно и радоваться, и веселиться. Но смотрите, если мы только будем веселиться. Вот если мы только будем веселиться, оно и будет проявляться так, как мы беснуемся. Что такое бес? Бесомимое. Ну, бесомимое – это пряности, да. Хорошо. Вы знаете, что бес – это божество древних египтян. Не из главных богов, там, Ану, Бесет и так далее. Маленький божок, изображен в виде такого кривоногого дедушки. Вот. И, в общем, в сонных богов, он вроде как массовик затейник. Да, он заведует... Ну, вы знаете, что все боги языческие они отцветляют какие-либо пороки. Замечаете? И это реальность. Они реально существуют, как духи. И вот этот самый бес, он заведует шутками, вот всяким смехом, вот и так далее. Вот таким вот веселим, безудержным. Как говорится, в пьяном угаре. Вы понимаете? Поняли? К чему может привести веселье? Оно вместо славы Божьей может что дать? Кулу на Бога. Мы можем веселиться-веселиться и довеселиться до чего-то очень плохого. Я... Да. Вот шутовство и смехотворство. Совершенно верно. Вот. Это не значит, что служить Богу без развлечения. Без развлечения там называется не отвлекаясь. Не отвлекаясь на что-то. Там потреблено слово. Но мы должны и развлекаться, и радоваться, но все должны границы. Поэтому баптисты там и наши пятидесятники... Дело в том, что, видите, пятидесятники на Западе, они почти такие, как наши советские харизматы. А пятидесятники у нас почти как баптисты. Они были много с баптистами. С кем поведешься, от того и наберешься. Вы понимаете? Первые пятидесятники, знаете, что они делали? Они сняли у одной женщины дом, и они так веселились, что они проломали ей полы. Танцевали так. Это в пятидесятники делали, да. Да. Проломали ей с полы, поэтому они купили конюшню на Азуза-стрит, и вот произошло знаменитое пробуждение, если вы знаете, на Азуза-стрит. Да? Интересно получается. А какие у нас сейчас пятидесятники? Мы видим, да? Так что это чисто вопрос их культуры. Это чисто... И так вот этот бес. И еще этот бес заведовал обманом и был попутным духом домашнего чеха. Вот такой интересный дух домашнего чеха, в котором обман, унижение и всякие шутки непотребные. Впрочем, у некоторых тоже такие семьи бывают. Правда? Бес, помните, на идише бейт бас, байт, да? Бес означает дом. Бес попутал. Да, бес попутал. Вот отсюда выражение бес попутал. То есть, если мы сильно... Значит, ну что можно сделать? Можно поставить, конечно, ограду. Так делают баптисты, так делают пятидесятики, да? Но самое лучшее, если ограда будет внутри нас. Если мы не будем действовать, как говорится, на свой страх и риск, мы ничего в жизни не достигнем. Это вам тоже, кстати, в проповеди говорили, да? То есть, если мы будем оглядываться, если будем осторожность, то мы не так будем идти по минному полю. У Шефа, наверное, тоже такие стихи есть, я вам потом прочту. Вот видите, значит, жизнь верующего, она должна быть активной. И где должны границы проходить? В сердце нашем, да? Если мы чувствуем, что что-то радует Господа, то там нормально. Если что-то не так, значит не так. Ну вот смотрите, САСОН, видите, САС, да? САСОН, но здесь только точка, которая, бета-шин, оно одинаково пишется, да? Только если мы слева, это С, да? САС корень. А теперь смотрите, ШЕШ, ШЕШ, ШЕШ. Дошла? САСОН, здесь мы только точку ставим, что это С, но буква-то та же самая. ШЕШ, это ШЕСТ. ШЕШЬ, ШЕСТЬ, 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 ДА? Число, мы говорили, число дьявола. Вы помните, что Антихрист придет и воссядется в Церкви? И церковь, которая только радуется, но которая не радеет о Божьей святости, это церковь, число этой церкви какое? 666. Это я не качу бочку против харизматов. Есть харизматические нормальные церкви, а есть такие церкви, где собираются просто плоские люди. И мы когда будем говорить о мозге, мы будем говорить, что есть эндорфины. Это те же вещества, что при морфии вырабатываются. Можно съесть пару бананчиков, или выкурить сигаретку марихуаны, или немножечко потанцевать. Эффект будет примерно одинаковый. Так, я вам потом расскажу, я же не хочу публике рассказывать, что с бананами можно делать. Но в бананах содержится тот же самый, тот же самый абсолютно гормон. Гормон радости, видите? Итак, я говорю, что радоваться нужно, да? И ликовать, и так далее. Итак, первое, значит, сосон, это веселье. Второе, ализон. А сосон что значит? Веселье. Веселье, сосон, веселье. Для радости мы говорили, семха и рон есть, так? Это радость. А для веселья больше терминов. Где тряпочка? Где тряпочка? Так, еще не перерыв, нет? Хорошо. Все, все, все. Все, давайте я займусь доской. Вам придется много вырезать там. Там Саша в ногу повалит. Ну, ничего. Так. А что, 666, интересно, да? Так, следующее. Ну, и мы говорили, семха – это радость, да? Семха и рон – это радость. А для веселья мы говорили, сосон. Сосон. И корень какой? Сосон. То же самое, что в числе 6. Так. Значит, веселье. Следующее. А-ли-зон. А-ли-зон. Это тоже веселье. А-ли-зон. А-ли-зон. А-ли-зон, да. Это веселье или... Гая написал, да, зэ надо. А-ли-зон. Извиняюсь, не в ту сторону поставил. А-ли-зон. Видите, а-ли-з, да, или а-ли-зон означает также веселый. Но в иврите, чтобы вы это слово употребляли правильно. Потому что в современном иврите, если вы скажете про какого-то человека, что он а-ли-зон, то это будет означать, что он гомосексуалист. Видите, слово голубое, например, да? Чистый, непорочный. Но дьявол – самые хорошие слова, да? Он что, их выкручивает совершенно... Видите, а-ли-зон. А какой корень? Да. Эль. Бог. Зэ. Это что? Бог. Как бы указывает радость на что? На Бога, да. Н означает суффикс, который увеличительный. Женский вариант. А-ли-за. Ализа или в русский Алиса. Это веселое, да? Имя моей внучки. Алиса. Алиса. То есть, это тоже корень означает веселье. Теперь, дальше, следующее у нас слово, да, значит, греческое, хорис, да, хор, хора. Вот корень хар. Хар. Помните? Хар. Корень. А если мы говорим хора, хора, это веселье в танце. Когда употребляется слово танец, есть два корня. Ри-куд. Танец. Ри-куд. Танец. Буквально скакание. Вот, милый мой скачет по горам, да, можно перевести, милый мой, как там, пляшет, да, пляск, пляски. Вот это слово пляски там в русском языке везде заменено ликование, да, с ликами и так далее. Вот где у вас написано в русском с ликами, то читайте в танце. Там в оригинале, в оригинале, значит, радоваться в танце, я еще раз говорю, да, в корне, ри-куд, рогдан, например, танцор, да. Значит, ри-куд, это танец, буквально скакать. Вот скакал Давид перед Господом, да, он как скакал, да. А можно танцевать в виде цепочки такой, да. И это будет какое? Хора, да. Итак, для танца, для выражения радости танца существует, вы говорите, два слова, да. Хора, да, и ри-куд. И ри-куд. То есть ри-куд буквально сказано, это что? Скакать. 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 Да. Дальше. Гиль. Гиль. Следующий корень означает радость. Гиль. Да. Гиль и заповедь. Гилу. Гилу. Гиль происходит от галь, волна. Радость гиль, да? Да. От галь, волна. Да. Это мы все говорили о веселье. Мы сейчас говорим о синонимах слова веселье. Это веселье. Это веселье. Это все от слова волна. От слова волна, да. Пусть радость благородная вскипает, как волна, идет война, господья, священная волна. Война. Кстати. Священная волна. Да. Рива. Рива. Брань. Значит, рива. Не путайтесь с риба. Риба. Это... Нет, ривка там другое. Риба. Брань, да? Да. Риба. Риба. Это варенье. Риба. Это брань господня. Риб. Рибка там... Другой немножко корень. Там от... Это самого... От упряжка, да. Риба. Видите? Рав. Взращивать. Когда мы ссоримся, она возрастает? Правда? Так. Гиль. Значит, следующее. Гиль, мы говорили. Вот. Отсюда будем радоваться. Мы все это знаем. Мы будем радоваться. На. На гила. Да? Да. Давайте веселиться. Будем веселиться. Будем... Да. Ну, вот мы... Хавана виза. Веселиться. Веселиться. Ну, опять-таки, это разные псинонимы. Ну, это гром. Гром как вот. Идет как волна, да. Как волна. Как шум вод многих, да. Как шум водопада. Кто-то в водопадах был, стоял? Да. Сильный шум, да. Шум волн многих. Да. Да. Гил означает шумно. Шумно радоваться. И мы поем хава, да, как? На гила. Хава на гила. Хорошо. Так, теперь еще... Да. Значит, выражение, да, выражение хвалы. Еще есть вот отсюда. Я да и то да. Я да. Я да. Я да. Я да и то да. То да, мы говорили, это благодарение, да. А я да, это благодарить или хвалить Бога. Как? Руками. Поднял? Поднял руки, да. Поднимем к небу руки, за нас он принял муки, да. То есть, поднять руки. Вот смотрите, если вы эмоционально действуете, когда вы поднимаете руки? Каких условиях? Да. Мы можем поднимать руки, когда мы тянем, да, когда мы тянемся, допустим. Ребенок тянется к своему отцу, да? Или мы поднимаем руки, вот когда душ идет, а то так приятно, когда по рукам течет, а потом всекает по всему телу, да. Вот, издали правильно, семафорная азбука, да? Семафорная азбука. И мы говорили, когда о еврейских буквах, буква гей означает радость, да? Гей. А знаете, откуда гей происходит? Она часть другой буквы. Нет, это человек, поднявший руки. Какая буква? Х.